момент если прицельным планкам вы смотрите у них у всех этот там промежуточный патрон 1000 метров здесь промежуточный патрон тысячи метров тысячи метров из к с винтовочный патрон полторы тысячи метров мосинский патрон 2000 метров а теперь представьте посмотреть увидите ли вы человека на расстоянии 2000 метров почему стоит планка на 2000 метров в то время пулеметов было очень мало либо еще вообще не было на вооружении и вот представьте у нас эскадрон 100 человек тебе дают ориентир 2000 метров дерево дуб стоит эскадрон 100 человек ставит на 2000 метров прицельную планку и все целятся в дуб но это залповая стрельба как 17-го века совершенно верно залповая стрельба вот она залповая стрельба вот 2000 метров прицельной планки винтовки мосина это как раз для залповая стрельба это как мушкетеры накрывать площадь не целясь просто по ориентиру точно так же как пусть пулемета по закрытым позициям когда там по навесной траектории точно так же он 2000 метров то есть убойная сила сохраняется сохраняется где-то до трех километров трех с половиной все зависимости от погодных условий там и т.д. и т.п. вот на это расстояние ты можешь квадрат прям накрывать целиться особо не надо накрываешь квадрат прикольно я вот это кстати не знал вообще она получается здесь метры а вот царские они были тут еще шаги да я так понимаю у нас все в на метрическую систему уже девяносто первом году уже уже вы перегнали это уже это уже на заводах делали да 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 конечно то есть если в шагах найти то это либо музейный какой-нибудь ну либо до того я просто не помню если честно когда у нас переход шаговая система и на них тоже здесь еще в зависимости от легкой ли тяжелой пули но это уже в этой т.д. разные шкалы смысле но пуля может быть легкая и тяжелая тяжелая пуля дальше летит мощнее у нее немножко другие характеристики полета понятно прикольно